Летом работы по благоустройству в городе ведутся особенно активно. На протяжении последних лет по депутатской программе развития микрорайонов в избирательном округе номер 15 устанавливались детские игровые площадки. С этого года такие площадки будут устанавливать на придомовых территориях индивидуальной жилой застройки. С 1 января 2019 года это стало возможным. Городская администрация услышала мнение жителей, что ничем жители частного сектора не отличаются от жителей многоквартирных домов. Жители индивидуальной жилой застройки тоже, такие же налогоплательщики, они тоже имеют право на такие удобства. Для такого огромного процветающего микрорайона, как наш, просто необходимость была. Детская площадка, у нас огромное количество малышей. Наконец-то вот результат. Сельвина Керимова живет здесь уже два года. У нас горка была и дерево, и стояла песочница, шляпка, покосившаяся. Это опасно было в какой-то степени. Очень нравится. Еще бы нам, конечно, горождение сделать. Очень хочется, чтобы вот это все сохранилось. Очень нравится. Детскую игровую площадку и спортивные тренажеры передают на баланс ТОСа. Его председатель Елена Дубровина рассказала, что вопрос сохранности городка и спокойствия жителей соседних домов уже на контроле. В частном секторе ни одной детской площадки у нас нет. Мы уже переговорили с жителями. На следующей неделе мы будем составлять смету и приобретать забор. Будет забор и будет камера. В 9 утра будет площадка открываться, в 9 вечера будет закрываться. Это для удобства и жителей, потому что людям отдыхать надо. При активном участии и председателя ТОС, и членов совета ТОС, и активных жителей, старших по улицам, вот это все стало возможным. Для такого крупного поселка, как Верхняя Курья, одной такой площадки мало. Мы уже сегодня планируем еще два участка, одну зону отдыха в лесополосе и один участок под спортивную площадку. В городских планах продолжение благоустройства частного сектора.